Ваня и Коля Ваня защищал Колю, если его кто-то обижал, так как был посильнее. Когда подросли, пошли вместе в школу, сидели за одной партой. Но вдруг Коля решил перейти в другой класс и попросил теперь называть его Миколой. Ваня спокойно к этому отнесся. Это же не помешает нам и дальше дружить. Появились у Миколы новые знакомые. Стал Микола обижать прежних одноклассников, бить палкой. Ваня не раз говорил Миколе, что драться плохо, но тот не слушался. Хотя и обещал больше не бить ребят. А сам продолжал это делать втихаря. Терпение Ване иссякло. И он решил отобрать у Миколы палку, чтобы он больше не обижал ребят. Тут все начали кричать, что Ваня плохой, он дерется с Миколой, а драться плохо. Я же не бью Миколу, а просто отобрал у него палку, чтобы он не обижал ребят, объясняет Ваня. Но его не слышат остальные, потому что Микола очень громко кричит, что его бьют. А кстати, почему же вы молчали, когда Микола обижал ребят, спрашивает Ваня. Примерно такая же история произошла между двумя братскими странами, Россией и Украиной. Многовековую дружбу разрушила история с Донецкой и Луганской областями. Украина начала притеснять русское население, поэтому эти две области захотели отделиться и перейти к России. Украина не согласилась и стала воевать с этими территориями. Россия пыталась остановить убийство людей и решить вопрос мирно. Украина обещала не бомбить больше Донецкую и Луганскую республики, но продолжала это делать. Ни на какие призывы соблюдать мир Украина не реагировала. После чего Россия решила отобрать у Украины оружие. Некоторые страны начали обвинять Россию в том, что она развязала войну. Я же просто уничтожаю оружие Украины, чтобы его не использовали против Донецка и Луганска, отвечает Россия. Но ее не слышит Запад, потому что Украина всем говорит, что Россия хочет погубить людей. А кстати, почему вы молчали, когда Украина 8 лет бомбила Донецкую и Луганскую республики? Россия по-прежнему надеется, что Украина согласится мирно решить вопрос и больше не будет нарушать договоренность.